Привет всем! Хочу сделать небольшой каст в честь окончания третьего сезона сериала Рассказ Лужанки. Я уже высказывался, в общем, про первую точно, про второй сезон не помню, наверное, тоже было. Вставляю ссылку в угол, если найду. После того, как я понял, что в общем содержание похоже на бред-проекцию-галлюцинацию, мне, честно, просто жалко стало времени, чтобы просматривать весь сезон. Так что я посмотрел первую серию сезона, последние две и несколько обзоров со спойлерами. Так что, в общем, я представляю себе сюжет. Радикально ничего не изменилось, все как было. Бред продолжился, градус этого бреда возрос, естественно. Библию люди, что участники сюжета, что зрители сюжета, как не открывали, так и не открывают. И очевидных нестыковок, которые просто, ну, не могут, ни в каком, даже в вымышленном мире это невозможно сочетаться. Ну, их тоже не замечают. Однако, как культурное явление, рассказ Лужанки очень важный, я считаю. Не зря его подняли на флаг. Оно вполне попадает под категорию фемпорн, которую я вот ввел на днях. Даю ссылку в углу. Это такой один из хардкорных вариантов фемпорн. И не просто так проходят всякие демонстрации, там, и в США, и в каких-то других странах вроде тоже были, где участницы, например, протестующие против запрета абортов, там, или против ограничения абортов, одеваются в эти вот красные балахоны. Жалко, что по-русски красная шапочка зовется красной шапочкой. Дело в том, что в оригинальной сказке она называется Red Riding Hood, то есть красный плащ. Если бы у нас был перевод более правильный принят, то их можно было бы называть красными шапочками или красными плащиками. В общем, в разборе всего сезона не вижу никакого смысла, он того не стоит. Выскажусь по нескольким конкретным сценам, которые я успел сам посмотреть, и которые на меня произвели большое впечатление. Они просто, эти сцены говорят об авторах больше, чем сами авторы, наверное, хотели бы. Просто нужно смотреть под правильным углом. И в конце изложу свою альтернативную концовку, как я считаю, это было бы логично, чтобы фильм закончился, или там третий сезон. Эта концовка все равно висит за кадром, хоть ее не показывают, но она там неявно присутствует. Итак, первая сцена, которую я хотел бы разобрать, блестящая сцена, мне очень понравилась. Сцена свидания Сирины со своей небиологической дочерью, которая происходит в такой типа как тюрьме, очень цивилизованно оформленной, в сопровождении социального работника, какого-то там представителя спецслужб и, не знаю, кто это, так сказать, Кастодиан Мойра, кем она официально приходится, этой дочери Джон, не могу сказать. Здесь столько всего прекрасного, что даже не знаешь, с чего начать. Во-первых, конечно, невооруженным глазом видно, что Мойра издевается при помощи ребенка над Сириной, так сказать, трясет у нее этим ребенком перед носом, постоянно показывает, что она тут главная, как бы она при этом ребенке, а это Сирина и никто. То есть мы имеем сцену насилия, такого очень тонкого, чисто женского насилия одного человека над другим. Просто в частном случае это сейчас и насильник женщина, и тот, над кем происходит насилие, тоже женщина. И свидетелем и поддержкой этого насилия тоже является женщина. Мужчина таким, представлен таким, свидетелем со стороны, просто наблюдатель стоит, молчит и, в общем, почти не вмешивается. Потом Мойра прямым текстом заявляет этой Сирине, что ты вообще кто этому ребенку, упирая на биологическое неродство? Ты ему вообще кто? Ты кто такая, чтобы вообще тут хоть какие-то предъявлять претензии? В этом месте нужно было бы приписать популярную пословицу к кадру «Не та мать, что раздела, а та, что вырастила». Удивитесь, оказывается, женщины так про себя не думают. Женщины очень даже упирают именно на биологическое родство. И это Мойра, тот, будучи, по-моему, лесбиянки, по сюжету, все равно очень хорошо понимает этот аспект и упирает на него. Ты ему никто. Это ровно та фраза, которую слышат мужчины, которые связались с РСП однажды. Ты ему никто. Это только вопрос времени, когда это будет сказано и при каких обстоятельствах это будет сказано. Третья ирония в этом же самом кадре. Кто этому ребенку сама Мойра? Мойра. Сирина хотя бы с ребенком одной расы, одного цвета кожи. То есть, если уж сравнивать из них двоих, кто этому ребенку ближе, особенно, как это не иронично в биологическом смысле, то это будет Сирина, а не Мойра. Даже эта бабушка-соцработник ближе ребенку, чем Мойра. Но это остается за кадром. Но самое главное, конечно, что остается за кадром. Отражением какой ситуации является эта сцена, реальной ситуации в нашем мире. Кто в таком режиме вынужден общаться со своими детьми? Даже с биологическими детьми. С небиологическими вообще людей вышвыривают из жизни. Кто эти люди? Мы их знаем, этих людей. Кому назначают свидания в присутствии социальных работников? Кто выслушивает «Ты ему никто»? Кто слышит «Это не наш ребенок, это мой ребенок»? Эти люди есть, они среди нас. Мы с ними ходим на работу. Мы с ними ездим в транспорте каждый день. Просто мы об этом не говорим. Сцену вот в том виде, в каком она снята в фильме, нужно очень напрячься, чтобы привести какой-то пример из реальной жизни, когда это вообще происходило. Наверное, такие ситуации бывают, да. Один раз в 10 тысяч, если не в миллион. Но опять же, упор на биологию здесь просто прекрасен. То есть верят ли сами женщины в идею, что не важно, кто родил, важно, кто вырастил. И все, кто радуются от этой сцены, а я видел во обсуждениях в интернете, женщины реально радуются. Серина получила по заслугам. Сволочь такая. Наконец-то. Она это заслужила. Теперь она на себе прочувствовала, что это такое, когда отбирают ребенка, хоть он даже и не биологический ребенок. То есть даже женщины в комментариях хорошо понимают, какую травму это наносит. Даже в случае, если ребенок не биологический. Но опять, перенести эту ситуацию в реальный мир и сверить, кто в реальном мире является регулярной, массовой жертвой такого отношения. Нет, про это тишина. Об этом нужно догадаться. Переходим к следующему слайду. Джун в своей такой уже сильно мужиковатой манере, будучи на взводе, естественно, там и ситуация располагала к тому, чтобы так случилось. Ну, в общем, она направляет заряженный пистолет прямо в лицо девочки лет, там, 12. И почти стреляет. Ну, потом, конечно же, страшно сожалеет об этом. Я думаю, это важная подсказка к альтернативной концовке. О чем на самом деле говорит эта сцена. Очень странно, что и у зрителей, и у героев этого фильма в этом месте слепое пятно. То есть Джун хорошо понимает, что в определенных обстоятельствах, когда очень большой вопрос стоит на весах, то приходится принимать тяжелые решения. Можно кем-то пожертвовать. Она сама готова была застрелить какую-то девчонку, которая могла сорвать план, и из-за этого пострадало бы, ну, по ее представлению, пострадало бы, там, скажем, 50 детей. То есть одним ребенком ради 50 можно пожертвовать. Она это понимает. Понимает на инстинктах. Это она потом уже там кортексные свои, так сказать, соображения высказывает. Какой это был ужас. Но инстинктивно-то она все понимает. Да, ради 50 людей можно и нужно часто пожертвовать одним. Тут бы задуматься и экстраполировать ситуацию на страну в целом. Страна в целом попала в очень тяжелое положение. И, видимо, даже не страна, наверное, весь мир там, или континент, как минимум. То есть наступила серьезнейшая трагедия. Люди прекратили воспроизводиться практически. Вопрос. А имеет ли смысл в этой ситуации чем-то пожертвовать, чтобы страна в целом не умерла? Джун не приходит в голову, что, возможно, те, кто вот эти реформы проводил, те, кто этот социальный строй возводил, что они, возможно, рассуждали именно так. Не потому, что им этого хотелось очень так делать. А потому, что они просто не увидели другого выбора в этой ситуации. Так же, как она не увидела другого выбора, кроме как направить пистолет в лицо девочке. То есть логика решения и логика мышления есть одна и та же. Но эта мысль в голову ей даже не приходит. И никому, кто эту сцену видел со стороны, тоже не приходит. Это типа табу такое. Мы вот другие. Даже когда мы делаем то же самое, то мы другие. Почему? Ну вот не почему. Другие и все. Следующий слайд. Крайне любопытный вид пассажиров, прилетевшего самолета. Вы не видите ничего странного на этом кадре. Возникает вопрос, а где, собственно, мальчики? Где вообще мальчики в кино? Во всем сериале, я имею в виду. Они что, не рождаются? Или их в пробирках там не зачинают? Но у них вроде нет зачатия в пробирках. Значит, мальчиков должно быть больше половины. Где мальчики? Я думаю, это очень говорящая картинка. И говорит она о нескольких вещах. Во-первых, это намек на то, что все происходящее нереально. Это не происходит в реальном мире. Это продолжение какой-то там фантазии, кошмара, бреда и так далее. Во-вторых, мальчик 12 лет для современных феминисток это неразрешимая проблема в этом фильме. Они не знали бы, что с ним делать, куда его вставлять. Потому что, с одной стороны, вроде бы нужно признать, что он равен, equal любой девочке. И им, я уверен, тоже там живется не сладко. Посмотрите, чем там мужчина занимается. Вы хотели бы жить в этом обществе? Вряд ли все это от хорошей жизни. Даже у тех, кто стоит на самой вершине пирамиды. Уж молчу про тех, кто ниже. А кроме того, это будущие тираны, как выразился Джордан Питерсон. Tyrants in waiting. Какая может быть жалость к тиранам? Кто их будет спасать? Кто их будет рожать? То есть, само присутствие мальчика в этом фильме разрывает, как сказать, континуум феминистического мышления. Это означало бы очеловечить и мальчиков тоже, и мужчин. Потому что любой мужчина недавно был мальчиком. Они не могут их очеловечить. Они нужны им расчеловеченные. Это должны быть машины для убийства. Поэтому с ними можно поступать как угодно. По отношению к ним нет этики никакой. Они буквально не являются людьми в рамках феминистского мышления. Так что мальчика в фильме нет, на улицах их нет, в домах их нет. Среди детей, которых воспитывают эти жены командоров, их тоже нет. И в самолете спасенном их тоже нет. То есть, даже если они где-то там в домах были, то, по крайней мере, их не стали спасать. А нахрена, действительно? Им же там хорошо. Помните, в фильме «Красная таблетка» Эрин Пиззи говорит, что в большинстве, или во многих она говорит, в убежищах, жертв домашнего насилия, мальчикам не дают селиться в этих убежищах, начиная уже там с 10-12 лет. Потому что считается, что это уже личинка тирана. Поэтому нельзя ее туда пускать. Вот вам летающее убежище. И вот здесь нет мальчиков. Хороший пример того, что иногда самое главное на картинке то, чего в ней нет, а не то, что в ней есть. Мне понравилась фраза Мойры. Она общается с первой девочкой, по-моему, которая сходит с этого самолета. Девочка такая «Здесь я могу говорить все, что я хочу?» И Мойра такая ей «Да, да, здесь можно все». Тут, правда, она должна была бы продолжить речь и сказать «Здесь ты можешь быть и лесбиянкой, и наркоманкой, и проституткой. Только в по-настоящему свободном мире ты можешь умереть от спида. А вопрос с фертильностью мы как не решали, так и не решим. Люди-то одни и те же». То есть весь этот канадский рай вымышленный тоже ненадолго. Потому что проблема-то никак не решена. Там, правда, где-то в фанатских этих сайтах ходят теории, типа, что на самом деле это мужчины бесплодны. А у женщин все зашибись. Конечно же, такая страна, как США бывшая, проигнорировала этот факт, да. Ну а какая разница? Подумаешь. Детей рождается в 10 раз меньше. Чего тут такого особенного? Да, будем делать вид, что эта женщина виновата. Хотя на самом деле проблема с мужчинами, конечно. В ком на самом деле проблемы? Это вопрос, который не требует ответа в рамках феминистского мировоззрения. Кто корень всех проблем? Тот, кого нет в самолете. Следующий кадр. Одна из прилетевших девочек встречается с папой. Кто бы мог, блин, подумать? Оказывается, у пап бывают чувства к детям. Но, важно, не у всех пап, только у правильных пап. Кто определяет, правильный папа или неправильный? Ну, есть специально выделенные люди. Понимаете, вот у этих отцов есть чувства к детям, а у тех отцов нет. У этих те анализы, а у тех не те. То есть, то, что львиную долю этих, собственно, всех девочек оторвали от родных вполне себе отцов, это, ну, что такое? Это же плохие отцы. От них можно оторвать. Это от хороших нельзя. Как отличить плохих от хороших? Ну, это же очень просто. Кто разрешает все, тот хороший. Вам же сказали, здесь можно делать и говорить все. Значит, здесь хорошие папы. А там нельзя делать и говорить все. Поэтому там плохие папы. Все очень логично. И последний кадр, и, собственно, альтернативная концовка, которая здесь должна была бы быть явно. Джун героически пострадала. Я так понимаю, тут был элемент такого самонаказания, как у Тараса Бульбы в конце. То есть, где-то в глубине она понимала, что она, направив пистолет на девицу, совершила преступление, которое требует некого возмездия. Хочешь, не хочешь. Так что она совмещает два в одном. Самонаказание с героизмом. И у нее такое полубредовое состояние. Она находится между этим миром и другим. И плохо соображает, что, собственно, происходит вокруг. А происходит вот что. Вдруг она дергается, вздрагивает. Она сидит в каком-то казенном учреждении. В наше время, в нашем обычном мире. Она задремала. Перед ней на стене таймер, который убывает. Там было какое-то время. И оно показывает остаток одну-две минуты. И секунды тикают в обратном порядке. Не дожидаясь, когда эти цифры дойдут до нуля, она врывается в дверь рядом. Уверенным шагом заходит. А это комната для свиданий с детьми под надзором. В комнате социальный работник, та самая бабушка, которая присутствовала в сцене. И ее гражданский муж, Люк, который общается с их общей дочерью. Ему был отведен час под надзором. Люк взглядом или словами показывает ей, мол, ну ты что делаешь? Еще пара минут у меня есть. Не отрывай ребенка раньше времени. В ответ Джун взглядом же или словами показывает Люку что-то вроде Ты вообще кто ему такой, этому ребенку? Он мой. У тебя есть право на этот цирк на час со свидетелем. Но твое время вышло. Так что отдавай его сюда. Пошел вон и не забывай деньги присылать по расписанию. И в финальных кадрах она гордой походкой с ребенком на руках. В замедленной съемке уходит прочь от Люка, который где-то там размазывается на фоне. Вот правдоподобная концовка. И она хорошо объясняет этот бред с цитированием Библии про Иосифа и его семью. Потому что в реальном мире, скорее всего, сама Джун и понятия близко не имеет о Библии. Она знает отдельные вырванные фразы, которые она слышала где-то случайным образом. И среди прочего, видимо, она слышала эту фразу про «She'll be on my lap». Она даже не знает, что это значит, фраза. В общем, на самом деле сериал ценный. Просто нужно знать, куда смотреть и как смотреть. Он выдает много информации о феминистском мышлении. И как оно проявляется в нашем реальном повседневном мире. Всем пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok